О комфортной городской среде жители дома номер 151 по улице Ефремова мечтали с 2018 года. Тогда собственники квартир подали заявку на участие в одноименную федеральную программу. Медлить было уже нельзя. Разбитый асфальт и вечная темнота отравляли жизнь местным жителям. В ловушки из ухабов и ям дети и пенсионеры попадали все чаще. Вы даже не представляете, что у нас было. У нас без конца падали. У нас разбито бетонная плита лежала. Двор не заедешь было. Падали, увечья получали. В этом году двор заметно преобразился. Старые куски асфальта сменило новое дорожное покрытие. Появились скамейки. На них родители со спокойной душой наблюдают, как играют их дети на безопасной площадке. Параллельно городской теплосервис заканчивает работы по своей зоне ответственности. Еще до начала благоустройства специалисты заменили ввод системы теплоснабжения. Тем самым мы добиваемся комплексности, когда и к отопительному сезону дом будет подготовлен и безаварийно пройдет. И, конечно же, благоустроительная работа благодаря активу дома и старшему поддому будет завершен точно в срок. Свою радость жильцы разделили соседями из дома номер 49 по улице Рябикова. Здесь остро стояла проблема нехватки парковочных мест из-за узкой проезжей части вблизи многоэтажки. Все довольны, особенно автолюбители. Есть где развернуть машину. Во-первых, было очень тесно. А сейчас есть где развернуть. И эта машина, мест больше намного прибавилась, чем было раньше. Активисты дома, чтобы поддержать обновленную картину двора, собственными силами покрасили бордюрный камень. Для полного счастья здесь не хватает только детской площадки. Об этом жильцы сообщили комиссии, которая проверяла качество выполненных работ. К слову, модернизация дворовых территорий организована по федеральной программе формирования комфортной городской среды. С ее помощью в этом году подрядчики преобразят 31 территорию.